я вас приветствую друзья сегодня подарок для многих любителей лаборанта герпес адольфович выходит на связь и в очередной раз ставит коллектор что на место обратите внимание в самом начале разговора как она взбодрилась когда вроде на первый взгляд ретивый клиент вдруг признал что да 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 все конечно будем разговаривать извините даже сказал но недолго как говорится радовалась она и так внимание слушаем отдыхаем душой веселимся поехали здравствуйте слушалась павел однако николаевич павел николаевич правильнее будет да на паре николаевич слушай слушай внимательно кто это вам звонят из компании мба финансы меня зовут коваленко марина александровна информируя вас ведется запись телефонного разговора компания прям компания по поводу вашей кредитной задолженности я вам сейчас звоню в банке втб 24 компания компания в этом николаевич я я сейчас объясню конечно давайте подводите договор с банком втб 24 допустим допустим структуризацию вы оформили в 2015 году ой 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 лето вы знаете اس иree на сегодняшний день компания мба финансы представляют интересы банка м втб 24 на основании агентского договора заключенного с банком ааааа ааааа не тогда уже прерву простите простите что будет сомниться в ваших компетенциях да давайте конечно тогда с вами придется общаться пожалуйста павел николаевич по какой причине вы не производите оплату по вашему рецепторизированному кредитам Ой, друзья мои, я понимаю, структуризация прошла, банк пошел навстречу, там все такое, бла-бла-бла. Я был в ожидании серьезных свершений на своем поприще трудовом, ну, поэтому и обратился в банк за помощью, мне нужны были там деньги на всевозможные реагенты, химикаты, знаете, фиксажи. Вы же видите там, ну, кем я вас видно, да, кем? Чтобы я по 100 раз не объяснял, то иногда спрашивают, кем я работаю. Ну, вы работаете ОАО Кольская ГМК, правильно? Да, а кем, видите, тут не важно где. Нет, кем, к сожалению, нет, не указано. Химиклабориант я, поэтому, ну, я глубоко научная персона, если честно сказать, мы вообще там, давайте, я надеюсь, нас никто не прослушивает. Ну, так и что, так, вы взяли деньги, потратили, да? Просто, чтобы я, я какую-то опущу информацию, а какую-то могу говорить. Да, да, да. То есть, все зависит от того, прослушивают нас или не прослушивают. У вас серьезная же структура? Павел Николаевич, я вас слушаю, говорите. То есть, никто не прослушивает нас, да? Дело в том, что мы еще на госу... На данный момент нас никто не слушает, да, только мы вдвоем. А на какой момент еще, возможно, нас будет? У нас что, запись от разговора ведется, да? Конечно, Павел Николаевич, запись от разговора ведется. Ну, ладно, ладно, ну, ничего страшного, я просто в двух словах скажу, а вы додумывайте. У нас, ну, мы на гособоронзаказе работаем, гособоронзаказе, у меня есть возможность, ну, знаете, заказенные, даже не так, не заказенные стрессы, а на казенном оборудовании вести свою научную деятельность, работу. Ну, и вот я увлекся, что называется. Знаете, бывает, как люди в прошлое время в казино увлекаются, а я вот за опытами лабораторными увлекся. Да что же вы угукаете, не надо угукать, я же нормально. Если вы скажете, что что-то вам непонятно, вы мне скажете. Я с вами абсолютно нормально разговариваю. Не раздражает ваше угу в трубку. Угу, угу, угу. Павел Владимирович, я еще раз говорю, я внимательно вас слушаю. Да, вы только, все, да, спасибо большое. Спасибо большое. Что рассказывали? Нет, нет, нет. Это информация, которая была, да, Павел Николаевич? Нет, я просто, вы меня, вот видите, прерываете своим углом. Я просто не поняла, причину вашей не охватили научение в том, как и в том, как и в том, как и в том. Я продолжу, я продолжу только не угукать. Продолжайте. И так, и так, да, и так. И вот здесь вот, понимаете, сложилась такая ситуация, что я увлекся. Я в научную работу с головой провалился. И у меня, знаете, все, тынь, трава не растила. Знаете, как говорят? Вот это вот понесло. И меня вообще, со мной такое случилось. Я себя до сих пор в порядок привести не могу. Я набрал лично. Она оплатить хоть, ну, вы перестали, Павел Николаевич. Так, я-то в надежде был, что я на пороге великого научного открытия. И там, ну, вы знаете, можете мне не верить, но там, я, в принципе, амбициозный человек. Я и на Нобелевку-то поглядывал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, вот сейчас смеюсь, я не с горечью. Хорошо, все, что вы мне сейчас сказали, это вас от ответственности от оплаты местных банков. О, да я понимаю, душа моя. А вы можете, вот, вы можете там помочь мне с банком? Вы можете мне с банком помочь договориться, чтобы я, ну, это, ну, хоть немножко, что ли, там, мне дали паузу. Я соберусь с мыслями. Павел Николаевич Павлович Павлович Павлович, на протяжении полутора лет у вас была пауза, вы оплатите. Мы не, у меня у меня знакомые есть на даче, вот сейчас вот сезон начался, я пойду этих новых лягушек нахватаю, нарежу уже, я опыты проведу сам уже, за свой счет мне знакомые помогут. Павлович, я хочу, что на оплату до 13 июня вам необходимо оплатить. Ах, душа моя. А в полном объеме чего? Я не смогу я. Ну, что же 13 июня нужно оплатить? А что будет из-за этого? А, думаю, что задолжите, Павел Николаевич, составляет 46 тысяч. Ах, да вы что там такое мне говорите? Это что, я столько уже там на таланте, да? А, да, 13 июня оплата поступит от вас? Ой, вы меня без ножа режете? Ну что же, вас там нету, во что? Никого нету, кто может человека от науки понять? Мои актерские таланты будете показывать в театре, а не здесь. Нету, тут не до талантов. Не до талантов. Есть у вас, что предварятся, понимаете? Кем предварятся? А как до 15 июня от вас поступит в полном объеме всей вашей кредитной задолженности? Я не знаю. Я не знаю, где взять денег. Не знаете? Я не знаю, где взять денег. Хорошо, я тогда вам помогу, Павел Николаевич. Я вам остаток оплаты под датой телефонного разговора зафиксирую. Тогда арест ваших всех счетов будет произведен. И кто-то так... На самом деле, сайте 81-го федерального закона об исполнительном производстве... Павел Николаевич, бля, МБА Финанс, мне все мои счета зафиксируют, да? Да? Я сейчас подождите. Подождите, как даже имя, отчество? Ну скажите, как ваше имя, отчество? Напомните еще. По месту вашей работы информация о наличии долга будет... Скажите свое имя, отчество, пожалуйста, или хотя бы имя. Будем тогда взыскивать, Павел Николаевич, ваши деньги с вашей заработной платы и с вашего имущества. Еще раз говорю, свои актеры, все таланты можете оставить в себе. Я отчествирую вам. До свидания. Деньги выведены. Друзья, знаете, какая мысль меня посетила? Вот, ну, наверняка, вот эта публика ущербная сама в кредитах и все остальное. И вот с них как раз-таки очень легко взыскивать, мне кажется. Потому что они действительно верят в то, что говорят. Вы слышали? У них в голосе до такой степени, ну, вот, самозабвенная уверенность. И их вот должность, их обязанности дальше вот этого телефонного аппарата никуда не расходятся. И они даже понятия не имеют, отдал человек деньги или не отдал. Их начальство им четко, конкретно рассказывает. Вы делаете полезную работу, благодаря вашим звонкам человек там начинает напрягаться, вы его смотивировали и так далее и тому подобное. Наверняка им рассказывают, что вот, заплатил. Зарплату они, видимо, получают так, вот, и никто не отчитывается за что и как. С кого взыскали, с кого не взыскали, да. Ну, это мои такие предположения, но основанные на определенном знании. Да, ну, даже, может быть, не на догадках, а на информации. Кто знает более подробно вот эту ситуацию, пожалуйста, в комментариях напишите, будет всем интересно. Ну, за ролик, я думаю, можно и лайк поставить, если он вам понравился. Ирпец Адольфович старался. Для новых посетителей нашего канала, скажу. Не пугайтесь, друзья. Именно такой формат общения наш с вами, да, вот, именно я имею в виду на канале. Когда мы в серьезной форме преподносим переговоры, и в жесткой форме, да, кто-то для кого-то это шоком может быть. И вот в такой веселой, веселой, клоунской форме. Это все рассчитано на то, чтобы вы расслабились, чтобы вы на нашем канале чувствовали себя комфортно. Чтобы вы, в конце концов, поняли, что то, что с вами происходит, все, что связано с кредитами, на самом деле, это комедия. Комедия, главным героем в этой комедии являетесь, конечно, вы. И страдальцем, и объектом для насмешек, и так далее. Но в ваших силах все это изменить. И, естественно, оставаться главным героем, но уже в качестве зрителя, может быть, даже как-то так. Или вообще режиссера. Вы можете диктовать условия вот этого всего, что происходит. Потому что коллекторы ничего не могут. Банки имеют право взыскивать с вас только в законном формате. И поверьте, можно создать условия, когда банку будет невыгодно с вас получать деньги. Так называемые условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. И кредитор списывает вам долги. А бывают случаи, когда и очень часто, в последнее время все чаще и чаще, что наши клиенты вообще не дожидаются активных действий официальных от своих кредиторов. То есть банк даже не идет в суд. И все ограничивается вот этими вот смешными комедийными звонками в адрес наших клиентов. А официальной претензии, официального долга, читай, нет. А все потому, что проведена определенная работа. Человек, я же его заметил, говорю, наш клиент. А у нас организация, которая оказывает помощь людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. С банками, с микрофинансовыми организациями, с онлайн займами и так далее. Как это мы делаем? Как у нас все устроено? Пожалуйста, посмотрите на нашем сайте видео. Ссылочка на сайт в описании этого, любого другого ролика есть. Но обязательно посмотрите видео на нашем сайте. Как устроена работа кредитных юристов компании Алям. Если вы хотите стать нашим клиентом, это обязательное условие. Только после этого оставляйте заявочку в форме на сайте. Для вашего удобства сейчас в правом верхнем углу трансляции выйдет кликабельная подсказочка. Вот она. Смотрим видео. И естественно оставляем заявку. Делаем все как там рассказывается. Обратите внимание на сайте у нас есть телефончик. Там написано, что звонить на этот телефон не нужно. Но забить в контакты этот номер и ждать звоночка наших специалистов, если вы оставите заявочку на обратный звонок. Это вот для этого и этот телефон там размещен. Вы не пропустили. Обозначьте его у себя в контактах. Юристы, юристы компании Алям. Просто слово Алям напишите. Она уже на слуху будет у вас. И мы позвоним вам в рабочее время по московскому часовому поясу. Пять дней в неделю, кроме субботы и воскресенья. Наши специалисты с вами пообщаются. И вы уже будете окончательно все знать. Но перед этим нужно обязательно посмотреть видео на сайте. Чтобы мы были с вами на одной волне. В этом видео вы получите максимальное количество ответов на свои вопросы. На которые вы уже давно не могли получить ответов. Поэтому, пожалуйста, друзья, не забывайте, посмотрите видео. Еще раз для вашего удобства. Я напомню, что ссылочка на наш сайт есть в описании любого ролика. И в том числе этого на нашем канале. Также для вашего удобства в правом верхнем углу видеотрансляции сейчас выйдет кликабельная подсказка. Вот она. Посмотрите видео. Еще раз напоминаю. После этого ставим заявочку. И ждем звонка специалиста. Также, кому интересно, со мной познакомиться поближе. Кто хочет увидеть меня в очередь. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. К вашим услугам руководитель компании LAM. Я регулярно записываю ролики с ответами на вопросы. То есть люди задают вопросы в той либо иной форме. И самые острые, естественно, подвергаются четкой обработке. И мы выкладываем ролик. Полноценный такой развернутый ролик с ответами на тот либо иной вопрос. И, конечно же, у нас достаточное количество роликов. Уже сформировался целый плейлист. Я вам предлагаю на этот плейлист зайти. Чтобы вы не рылись, не искали. Пожалуйста, кликабельная подсказка в очередной раз в правом верхнем углу на плейлист с обращениями выходит. Вот она. Посмотрите, пожалуйста. Наверняка вам будет интересно. Ну, для всех остальных, конечно же, лайк. Я прошу поставить репост в соцсетях. Поделитесь как можно с большим количеством людей. Пускай как можно большее количество желающих попадает на наш канал. Узнает всю правду. И не нужно бояться вот этой вот публики коллекторской. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на группу в описании этого ролика есть. Там очень много полезной информации. Да и все ролики с YouTube канала там дублируются. Что еще хотелось бы сказать? В принципе, я ничего не буду говорить. Я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. Всего вам доброго, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok